Международная выставка «Анапа. Самое яркое солнце России» – это не только экспозиция товаров народного потребления, продуктов и услуг, это еще и деловое общение между будущими партнерами. За круглым столом заместитель главы администрации, представители Управления сельского хозяйства и Санкуры Анапы. Поддержим отечественного производителя. За круглым столом это не только красивые слова. Губернатор региона Вениамин Кондратьев задал вектор на использование кубанской продукции. Регулярно в Анапе проводят рейды с целью выяснить, в каком объеме в анапских магазинах представлена местная продукция под лейблом «Сделано на Кубани». Есть положительные примеры. Конфеты с надписью «Анапа», овощи, фрукты и зелень из местных тепличных хозяйств, виноград, вино, мясо, а главное – продукт социальный – это хлеб. Много вопросов возникает именно со сбытом. Наши производители хотят вести диалог для того, чтобы попасть именно в наш санаторный комплекс, для того, чтобы приезжающие, наши отдыхающие, которые приезжают, видели нашу продукцию. Наш хлебокомбинат большой, они готовы работать в любой сезон, хоть это сезон, скажем так, летний, хоть это зимний, они готовы сотрудничать, готовы взаимодействовать. Организаторы выставки надеются, что такие круглые столы сделают политику поставки продукции на столы потребителей более прозрачной, а само застолье более вкусным. Покупая у местного производителя, вы оставляете налоги здесь. Это самое важное, самоценное. Эти налоги идут на развитие города, этому зарплату учителям, врачам и так далее. Не хлебом единым жив человек. Хлеб наш насущный, хлеба и зрелищ. На этом предприятии о хлебе говорят в прямом смысле, безо всякой метафоры. Генеральный директор Анапского хлебокомбината Сергей Яндовицкий на предприятии 4 года. На фото до и после фойе комбината можно увидеть, каким он был до прихода Сергея Анатольевича. Деньги в предприятие не вкладывали. А у него был опыт поднимал с колен масло жировой и другие заводы Кубани. По профессии военной Яндовицкий с головой ушел в изучение хлеба. Для него это живой продукт, вкус которого зависит от настроения смены, как вкус борща у разных хозяек. По указанию Яндовицкого в этом святилище хлеба, внимание, к каждой мелочи. Тут каждый батон на вес золота. Может быть, поэтому Анапский хлебокомбинат получил диплом за лучший батон России. Мы сейчас с вами стоим возле пятой линии, на которой производится самый лучший батон России, батон Южный. Этот батон признали лучшим в России в декабре 2018 года. Роскачество России, независимая организация, которая проводит свои независимые от всех исследования. Они проводились в Южном федеральном округе, по всей России и на сегодняшний день признали нас лучшими. Это есть подтверждение на сайте Роскачества. Отбор продуктов в ходе конкурса шел анонимно, бесплатно поделился главный пекарь города. Кстати, сами хлебопеки советуют налегать на хрустящую корочку батона. В ней больше антиоксидантов, а это омолаживает организм. Анна Жукова, Михаил Григорьев, Анапа, регион.